Они сражались и сражаются за Родину, охраняют дальние рубежи и обеспечивают покой внутри страны. Защитники Отечества отвечают свой профессиональный праздник. 23 февраля торжественный митинг прошел в микрорайоне Чкаловский. Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно. В Щелковском районе проживает немало героев, доказавших любовь в своей стране на деле. Те, кто бил врага в небе и на земле, обеспечивали правопорядок на улицах родного края. Они посвятили себя защите Отечества, а сегодня принимают поздравления. Желаем вам долгих лет безупречной службы, спокойного семейного тыла, воинского счастья и удачи, крепкого здоровья нашим дорогим ветеранам, прямой дороги чести юношеству. С праздником, товарищи! Позвольте пожелать вашим семьям здоровья, добра, благополучия, любви и мирного неба над нашей страной. С праздником! С Днем Защитника Отечества! Самое дорогое, что есть, это мир. Но для того, чтобы сохранить мир, нужна сильная армия. Мне хочется пожелать в этот поистине всенародный праздник всем мира, добра, здоровья, благополучия. И самое главное, спасибо вам за ваш ратный труд. Наша страна не раз доказывала, что способна постоять за себя. И за каждой победой стоят подвиги и жертвы тех, кто вызвался защищать свою родину и свой дом. Многие не вернулись в боевых заданий, но их имена навечно в памяти потомков. Участники митинга почтили память павших и возложили цветы к эмиральному комплексу «Вечный огонь». У меня отец прошел войну от первого дня и до посреднего. Имел множество наград. Начал войну на рубежах нашей родины, а закончил войну в Австрии. Но я считаю, что этот праздник не только торжественная дата, но это святая дата для каждого человека. День Красной Армии, День Советской Армии и Военно-морского флота, День Защитника Отечества. Название праздника меняется, но суть остается прежней и преемственность сохраняется. На нынешних защитников Отечества с гордостью смотрят те, кто уже отдал свой долг Родине. Мы пройдя всю жизнь в Красной Армии, я повторяю, в Красной Армии, в Советской Армии, ныне в Российской. Что может чувствовать мужчина в этот день? Гордость за то, что он прошел в этих рядах. То, что делается в стране, делается руками таких людей. Для меня это очень большой праздник, потому что я третий в Роду офицер. Дед мой воевал еще в Первую Империалистическую, папа был в Советской Армии. Я начал в Советской, закончил в Российской Армии. Поэтому для нашей семьи это святой праздник. И сын мой тоже продолжатель нашей традиции, четвертый офицер нашей династии. Сейчас, посмотрите, молодежь уже тоже стала считать, тот, кто не служил в армии, он вроде как-то где-то не котируется на хорошей работе, в хороших организациях. Молодежь с удовольствием пошла в армию. И это хорошо, что стали ее возрождать. Время идет, и сейчас перед военными брошены новые вызовы. Борьба с международным терроризмом. Однако пока мир и спокойствие хранятся в таких руках, понимаешь, страна в безопасности.